Вы хотите получить российское гражданство? Я немного смущаюсь выдавать себя за русского, когда я заведомо не русский. У британцев есть дача? Живдерни — это, в принципе, для богатых. Это не как у нас. Экзамены ОГЭ, ЕГЭ. Я не знаю, что это кто-то придумал, но это какой-то пшик. Бюрократия в России очень поменяет флотскую бюрократию. А сами британцы разве не считают, что у них такая голубая кровь? Очень важно понять про Англию, что там очень жесткие сословия. Я не против понятия монархии. Я сам готов стать королем. Если бы я жил в Англии, я бы попытался внедрить кавказские привычки. Грэм, ну вы Ставрополис. О, спасибо. Чадите паспорт. Это без проблем. Нам-то не жалко. Мы нарисовать его можем, в целом. Ха-ха-ха. СИГНАЛИЗАЦИИ 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 Жень, куда ты меня привез? Откуда корабль в пруду? Мы же на юге. Я думал, тут море. Откуда в Ставрополе море? Тогда откуда тут моряк? СИГНАЛИЗАЦИИ 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 Ставрополь – это ворота Северного Кавказа, место, где встречаются степи и предгорье. Дата основания города очень красивая – 1777 год, а название переводится с греческого как «Город Креста». Ставрополь считается одним из самых солнечных и самых зеленых городов России. А еще он рекордсмен по количеству фонтанов. Их здесь больше 40 штук. Сегодня здесь живет полмиллиона человек. И среди них – представители 120 национальностей. И русские, и греки, и потомки казаков, и армяне. В общем, настоящий культурный микс. Грэм, в каком красивом живописном месте мы находимся? Чудесная аллея, и создается полное ощущение, что мы где-то в настоящем кино. Да, может быть, мы находимся в Европе, может быть, во Франции, в саду короля. Но в целом, вся ваша жизнь очень похожа на сценарий фильма. Для многих это может казаться фильмом ужасов. Я делаю все наоборот. Я помню, даже когда я переехал в Шотландию, как раз люди уехали оттуда. Уехали в Новой Зеландию, в Канаду. Все очень удивились, что мы переезжали в Шотландию из Канады. А почему вы переезжали? Тогда в Кубеке, где я жил, был какой-то шовинизм со стороны власти в путь у франкоязычного населения. Вот англоязычные выезжали. Может быть, это связано было с этим. Моя мама выросла в Шотландии тоже. Может быть, она просто хотела поближе к родителям. В 17 лет меня укусил такой жучок по имени Альван Туризм. И я уехал в БАФ. Это очень красивый город на юге Англии. Я там поработал в магазине. Я уже знал, что я хочу стать офицером в войсках. Но этот процесс очень затяжный. А поэтому я просто хотел увидеть мир немножко. Вот. А оттуда я записался на флот. Но я 7 лет прослужил и вошел на гражданку. Тогда, когда я понял, что будет скучно, дальше будет скучнее. Все-таки как офицер, ты бюрократ, в конце концов. Есть один определенный путь. Меньше буду кататься на вертолотах. Меньше буду ходить по заморским базарам. А я думал, как раз к этому времени я уже знал мир образования, то есть мир английского языка. Вот. И я стал преподавателем. А как вы оказались в России? Я до этого, когда я служил на Эзминсе, я был одним из тех моряков, которые периодично страшают Россию, путешествовали в Черном море. Мы были в Новороссийске при поддержке власти России. Тогда была дружба между странами. И в России мне понравилось. Я не знаю, там какой-то особый дух. Но, может быть, не в Новороссийске, а вообще в России я что-то особое почувствую. Может быть, мне понравилось то, что тут тоже очевидный прогресс. Это цивилизация. Что вы знали о России, когда служили на флоте? Вам вообще что-то рассказывали? Мне очень мало. Очень мало. Тогда Россия считалась не врагом, а просто бывшим врагом. Мы изучали российскую технику, просто потому что ее очень много по миру. Старые морские волки нам рассказывали, показывали какие-то секретные снимки из далекого прошлого. Ну, мы знали про очереди там на рынке. Мы знали, что, ну, бедные люди продают молоко в полторашках на тротуаре. Мы не знали, что если у человека есть корова, на самом деле это достаточно... Ну, не бедный человек, на самом деле. А так нет. Особенно в России не думали. То есть вы вообще ничего не знали о нашей стране? Нет, я не знал. И до сих пор никто ничего не знает. Конечно. Вы помните, что вы почувствовали, когда вы впервые вступили, так сказать, на русскую землю? Россия, ну, это Северная Европа. Тут более-менее то же самое, что у нас. Просто было ухоженно, было спокойно, было вежливо. Все помедленнее, тем более в Ставрах было. Никаких страшных ощущений не было, потому что англичане не знают слова страшно. Это русская привычка, особенно женская, спросить, не страшно ли, не холодно ли? Да, вы не боитесь? Нет, не боюсь. Если боюсь, но я понимаю, есть такое ощущение, но это не повод для разговора. Поэтому не делайте страха, фетиш. Да, это просто есть. И, соответственно, когда вы это сделали, уже молодец, молодец. В России Грэм решил стать преподавателем английского. Ему предложили вакансию в Ставрополе. Так он здесь и оказался. Когда британец переезжал, он совсем не знал языка, а теперь читает в оригинале русских поэтов, в том числе и Лермонтова. Мало кто знает, но Михаил Юрьевич какое-то время жил в Ставрополе. А еще он, как и Грэм, имеет шотландские корни. Его предок – шотландец Георг Лермонт. Приехал в Россию в начале 17 века. Но, несмотря на эти совпадения, Пушкина британец все-таки любит больше. Сказки в России несут более глубокий смысл, чем сказки в Англии? Сложно сказать, потому что в Англии я не знаю. Я думаю, никто не знает, кроме черных… Сказок? Да, сказок. Нет такой культуры. Но есть какие-то стихи. Может быть, я просто чудовищно необразованный человек, но я их не знаю. Их особенно… Это действительно… Такие сказки есть, они для маленьких детей. Как это нет сказок, если в стране есть монархия, и по-хорошему очень много можно писать о королее, королеве. Очень много историй с этим можно связать в целом. Англичане в целом относятся безразлично к монархии. Я в их числе, на самом деле. Я не против понятия монархии. Я сам готов стать королем. Я думаю, вполне серьезно. Но при этом я думаю, что текущие правители не выполняют все свои обязанности. Я поясню для наших зрителей. Дело в том, что текущий король Великобритании, Карл III, также является королем королевского содружества, так называемого, куда входят Канада, Новая Зеландия, ну и другие государства. В Канаде монархия пользуется большей популярностью, чем в Англии. Канадцы, мне кажется, не знают действительно значение монархии. Это просто, знаете, пушистые звери красивые какие-то, заморские. Мне так кажется. Может быть, я в Канадце буду вам писать, вы кого пригласили. Я не знаю, но у меня такое ощущение. Расскажите, как вы вообще отнеслись к смерти королевы Елизаветы II? Все-таки она правила 70 лет. И, по крайней мере, нам здесь, в России, казалось, что это прям трагедия для английского народа. Конечно, жалко человеку, царство небесное ей. При этом она была правителем при огромном спаде в каждой жизни англичан, в престиже и так далее. То есть гордиться, в принципе, ничем, к сожалению. Вы так интересно рассуждаете, при этом используете такие выражения, которые используют обычные русские люди, вроде как царство ей небесное, например. То есть, с одной стороны, вы родились в Канаде, долгое время прожили в Шотландии, и вот уже 20 лет живете в России. А вы-то себя кем вообще ощущаете? Знаете, я недавно был на авторазборе, и там хозяин сказал очень интересное словечко. Он сказал, что я не русский, при том, что он русский, конечно. Я не русский, и я хочу человеком по миру. Да, и я должен сказать, что я человек. Не могу относить себя к канадцам, к англичанам. Англичане, наверное, меня не воспринимают за своего. Шотландскими тоже песня в России, но я, конечно, российский и не русский. Не могу сказать, что я российский. Я нашёл для себя тут своё место, занимаю свою нишу. А почему англичане и шотландцы вас не воспринимают как своего? Ну, не то, что там открытый шовинизм, но всё-таки есть такое, что канадцы, например, не считаются англичанами. Очень важно понять про Англию, что там очень разные сословия и очень жёсткие сословия. У них нет названий, но они есть. И чем выше человек в обществе, тем больше он о себе думает. Вот. А если… И сначала… Ну, как бы более-менее на моём уровне, то есть у меня… Я прошёл платное образование, то есть я считаю, ну, чуть выше. И тут начинается самоуверенность, может, самодовольность. Но, может, несознательная. Всё-таки несознательная, но она и есть. А если идти ещё выше… Нет, они действительно думают сознательно, что они чем-то лучше остальных. В том числе, лучше своих холопов. На самом деле, в том же… в том кроется проблема иммиграции. Что… Это очень видно, что наше высшее общество считает себя гораздо лучше не только остального мира. И особенно россиян, но и своих же граждан, сограждан. А что это за сословия такие? Это что-то наподобие того, что существует в Индии, когда ты не можешь перейти из одной касты в другую? На самом деле, наверное, да. Но это всё негласно. Так что никто не может сказать, из какого сословия он на самом деле. Но он знает, из каких сословий все остальные. Это точно, кто ему не по уровню. Но надо при этом сказать, что англичане стараются быть добрыми. И поэтому они тебе не скажут, что ты им не подходишь. Они, может быть, сознательно это даже не думают. Только если они на очень высоком уровне, если они в гвардейском полке служат или что-то. А на самом деле, это просто факт. А человек из рабочего класса может как-то попасть в это высшее общество, получить классное образование? Ну, это называется социальным лифтом. Да. И была такая возможность, особенно на флоте. Например, это уже, ну, уже 200-30 лет. Так, в армии отчасти. Есть возможность, но есть, конечно, потолок. Да. То есть, если вы видите, например, адмиралов, то есть они пользуются социальным лифтом. Но после адмиралтейства они получают только должность средней важности. Они могут возглавить музеем национальным или какой-то комиссией. Но их, наверное, не возьмут в реальный круг правления на самом деле. Несмотря на возможности, которые давала служба на флоте, Грэм все-таки выбрал жизнь в России. И судьба не заставила себя долго ждать. В языковой школе, где британис начал работать, он встретил свою будущую жену Ирину. Сейчас у них двое сыновей – Марк и Саша. Ирина, очень приятно с вами познакомиться. Взаимно. Вы очень красивая пара. И вы прям внешне друг на друга похожи. Вам говорили об этом уже? Да, говорили. У нас обычно, как в России считается, что если муж и жена похожи, значит это судьба. В Англии есть такое выражение вообще? Не знаю, но я знаю, что люди становятся похожи на своих домашних потомцев. Так что, может быть, мы тоже постепенно меняемся ближе друг к другу. Такое, конечно, сравнение интересное. Ирина, а Грэм вообще отличался на фоне других мужчин? Да, он отличался. Я вот думаю, в каждой девочке где-то лет с 12 сидит такой образ мужчины, который должен быть в ее жизни. Этот образ у меня сформировался, наверное, под влиянием книг. Скорее всего, это был Робинзон Крузо. Интересный образ. Да, мне нужен был такой сильный моральный мужчина, который умеет все, который не пасует в ситуациях разных. И вот все это воплотилось в грани. Зачатки были. Ну да, зачатки, потом они возросли. А как вы считаете, русские женщины чем отличаются от британских? Да, ухоженностью, наверное. Во-первых, что есть понятие красоты. Обычные женщины в Англии ходят все время в спортивном костюме. Если одеваться, ну, даже как мы, как вы сейчас, это крайняя редкость. Она, наверное, уже разучилась ходить на каблуках. И если она ходит, допустим, в платье, ну, будет извиниться перед другими девушками, типа, ну, такая особо некрасивая, наверное. Да, извините меня все. Да. В Англии есть такое понятие, как сильная женщина, да? Но на самом деле получается, что она просто слабая, слабый мужчина. То есть она подражает мужчинам, но не очень успешно. Вот и хронизм, да. Есть, конечно, сильные женщины и там, ну, их, конечно, единицы. А в России женщина может и не стесняться, а быть сильной женщиной, да? Она отличается, она знает свою сильную сторону. При этом остается женщина. И остается женщина. И при этом она не слабее, она просто другая. Ирина, расскажите, а как вообще ваши родственники восприняли то, что вы выходите замуж за иностранца? Они положительно приняли это, потому что, во-первых, мы в семье росли в международном сообществе. Можно сказать, папа военный, и мы ездили из уголка в уголок. Не только по стране, но еще жили пять лет в ГДР. А как родители Грэма отнеслись? Приехали, значит, домой к Грэму. Мне показалось, мама очень такая чопорная, очень серьезная. А папа такой мягкий, да? Но в конце моего визита папа говорит, ты очень понравилась маме. То есть я расслабилась, выдохнула, да. Родители ваши приезжали в Россию? Да, они были здесь, и брат тоже был. Просторы им понравились. Сын моего брата до сих пор, он маленький, он до сих пор не верит, что в Россию такие просторы, что у нас подсолнечник растет прямо до горизонта. Вот, например, у нас такие промышленные города, как Магнитогорск, где трубы растут до горизонта. Да, масштабы тут совсем другие, да. Родителям понравилась тоже еда, то культура Кавказа, тишина. И хотели переехать они сюда? Нет, но я спросил родителей, конечно, сказали, что нет, мы хотим жить только в Англии. Ну, они тоже патриоты. Там тоже, особенно для стариков, есть свои преимущества. Какие? Это, для стариков в Англии, это музей под открытым небом. Везде бывший завод, бывший замок, бывший дом купца. Это все бывшие. У них льготы на транспорте, вход, кафешки везде. Так что, если у тебя достаточно денег, у стариков почему-то, я не знаю как, У стариков много денег, и поэтому они могут просто жить в самой лучшей своей жизни. А пенсии вообще большие? Сейчас, да. Это не из высоких пенсий, государственных пенсий. Там госпенсия на удовлетворение маленькая, я не знаю какая она, но на пенсии шикарно не будешь жить. Но есть для работников госфирм или больших фирм, условных газпромов, да, очень хорошие пенсии. Экономика, на самом деле, хромает от тяжести таких пенсий. Тоже у нас было экономическое чудо в 90-х, когда ставки на ипотеку были очень низкие. Ну, под один процент, два процента. А поэтому всем получилось, что можно переоформить ипотеку на доме и получить, в принципе, при этом, ну, кучу бабла. Мне кажется, что от этого у людей деньги. И тоже люди передают друг другу деньги по наследству, акции, цены бумаги. И не было больших экономических проблем. Ну, спад, общий спад был, но не было то, что в России в 90-х было. А если говорить о бюрократии, насколько она вообще большая в Британии? И можно ли ее сравнить с нашей российской? На уровне обычного человека незаметно. Нет такой-то потребности справок, допустим, нет вообще такого понятия справка. Ну, может быть, для школы, но эта справка не называется. Это просто письмо от врача, допустим. И это редко бывает. Да, и как мы бегаем, бегаем, мы с вами по всяким ведомствам, собираем подписи, да, и печати. Такого нет, только на флоте есть. Бюрократия в России очень поменяет флотскую бюрократию. В России очень большая бюрократия, то есть потребность в справках есть. Может быть, просто потому что я иностранец, поэтому, да. К сожалению, у нас, да, именно для иностранцев такая вот система сложная. В школе я ездил на зарубежье, поэтому я до сих пор, несмотря на появление госуслуг, мне приходится все сделать по-старому. Зато все стали там подобрее, потому что посетителей стало гораздо меньше. Мы начали с вами о том, что для стариков в Англии вот этот пенсионный возраст – это как раз-таки лучшее время жизни. А в целом есть культура дачи? То есть у британцев есть дачи? Да, на самом деле есть. Эта культура, насколько мне известно, началась в Германии и оттуда в Англию. Но у нас дача переводится как «allotment», это чистый перевод. И там размер участка – это 200 квадратов, по-моему, 200 квадратов, то есть две сотки. Все участки принадлежат муниципалитету, и они сдаются в аренду. И всегда есть очередь на «allotment», на дачу. И там выращивают, да. И это как у нас гаражный участок, гаражный кооператив, у них дачный кооператив, только они очень маленькие. А я не поняла, это вот дачный кооператив? Это просто земля, разделенная на участки, на них стоят домики? Ну, сарай, может быть, будет, а домика нет. Но с другой стороны, для мужиков, он играет точно такую же роль, как и гаражи тут. То есть женщины везде женщины, а мужчины все-таки везде мужчины. Да, дали у джон, у них есть свое место, да, тоже. После переезда Грэма больше всего удивила нас дачная культура и любовь к деревне. Британец тоже купил себе участок под Ставрополем, где разводит кур и кроликов, собирает с сыновьями урожай яблок и устраивает семейные чаепития с самоваром. А еще мастерит мебель. Это его главное хобби. Сегодня мы будем делать мольбет, потому что чуть позже нас ждет Линер в лесу. Писать картины – еще одно любимое занятие Грэма. Вы знаете, Грэм, что у нас в каждой школе мальчики на трудах занимаются вот подобного рода работами? Это хорошо, только плохо, что потом многие из них не продолжают такую работу и покупают мебель. А на самом деле надо делать свою. Интересно, да. Вы всю мебель дома делаете? Почти, да. Мы давно не покупаем, немного осталось покупной. Но своя мебель гораздо надежнее. Просто, вы знаете, я хочу делать все своими руками, а не просто прибегать к магазинам. А почему? Вот так началось, наверное. Жалко было денег сначала, если я видел, что я могу что-то сделать, что мне будет полезно от этого. Я приобрещаю знания. Например, мыло, шампунь мы тоже делаем своими руками. Да, я вообще не фанат, я не увыкаюсь этим. Я ходил по магазину, жена меня отправила туда за жидким мылом. Я стоял там, у меня 300 рублей в руках, я подумал, что я здесь плачу 300 рублей за воду. Может быть, я смог это сделать своими руками. И постепенно, постепенно просто это развивалось. И получилось, что я делаю свое мыло, свой шампунь. Удивительно. На все руки мастер, что еще сказать? Занятие, конечно, очень интересное, но это, нужно сказать, не основной ваш вид деятельности. И здесь у меня напрашивается вопрос, почему лейтенант ВМС вдруг решает стать преподавателем? На самом деле, эти две работы достаточно похожи друг на друга. Потому что это работа с людьми, это очень динамичная работа. Надо объяснить человеку, который вполне не может понимать, что делать. На самом деле, так, чтобы он это сделал, и с удовольствием. Я был по совместительству не только вахтовым офицером, но еще и диспетчером и строителей. И тут надо очень тщательно готовиться. И зная при этом, что этот план точно будет меняться. Как только самолет поднимется на воздух, тогда совсем новый план. И с уроками тоже самое. Надо реагировать очень быстро. Поэтому вы такой спокойный. Может быть, да. Проблемы бывают посерьезнее, чем обычные проблемы. Надо готовиться к следующей проблеме. Ну, не могу не спросить у вас, как у британца, который преподает, очевидно, британский английский. Нас в школе тоже учат британскому английскому. Как вот вы можете оценить тот уровень знаний, который мы получаем в наших школах? Это очень зависит от преподавателя. Это вращающий фактор. Проблема в экзаменах в школьном курсе, что экзамены ОГЭ, ЕГЭ – это не экзамены. Я не знаю, кто это придумал, но это какой-то пшик на самом деле. И школьный курс не соответствует экзаменам. Как будто они должны знать весь английский язык уже к седьмому классу. Конечно, такого не может быть. Когнитивно такого не может быть. Ну, наши ОГЭ и ЕГЭ, нужно, наверное, сказать, это сделано для того, чтобы выровняться со всем миром. И это та самая болонская система, в которой весь мир, соответственно, и обучается. В Англии нет ЕГЭ? Ну, у них есть свой экзамен. Это A-levels в Англии, в Шотландии уже другая система. Так что у них разные системы образования всегда были. Ну, немного отличаются, но экзамены разные. В Шотландии отличаются? Да, 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 экзамены точно разные. Например, когда я учился, надо было выбрать, куда ты собираешься поступать, в Англию или в Шотландию. Потому что нужны разные экзамены. Можно с шотландскими экзаменами и поступать в Англию, но тут надо договариваться. Давайте закончим тогда наш мольберт. Давайте второй сделаем. Так. Так, прямо по точке и вперед. Иногда Грэм думает, что его переезд в Ставрополь – это не просто стечение обстоятельств, а настоящая судьба. Потому что город расположен на 45-й параллели северной широты, ровно посередине между экватором и северным полюсом. Интересно, что на этой же параллели находится Монреаль, в котором Грэм родился, а вырос британец в самом большом шотландском городе Глазго. И считает, что по характеру жители Глазго довольно похожи на ставропольцев. Вы знаете, там люди бывают достаточно суровые, и тут, и там бывает, что отсутствует чувство юмора. Шотландский человек, ну, я не хочу никого оскорбать, но при этом часто говорят, что они достаточно такие, ну, серьезные. А в Ставрополе бывает и такое тоже. Шотландец знает, что он шотландец, и этим он гордится, это очень важно. У них национальная кухня до сих пор. Очень много обычаев у них свои. И то же самое в Ставрополе, конечно, у них тоже традиции и кухня и так далее. Казачская? Казачская и кавказская. То есть здесь большее разнообразие. При этом Ставрополь – один из самых больших городов не только Ставропольского края, но и Северного Кавказа. Здесь, по-моему, проживает около полумиллиона человек. Как минимум, да. В вашем родном городе Глазка какое количество людей? Примерно миллиона, наверное, чуть больше. Даже больше. И, соответственно, мне кажется, можно сравнить общественный транспорт, который ходит здесь, в Ставрополе, и в Глазка. Потому что самое главное для большого города – это, конечно, передвижение людей. Грэм, давайте сравним цены на автобусы здесь, в Ставрополе, и в вашем родном Глазке. Насколько я знаю, у нас есть как раз цены, которые прислал нам ваш брат. Итак, билет на автобус стоит 2 фунта. Это примерно 250 рублей. А здесь, соответственно, в Ставрополе проезд стоит сколько? 30? Сейчас от 30 до 35 на маршрутках. По-моему, 19 сейчас на троллейбусы. Но это дотационное предприятие. И тоже около 30 на автобусах. Сейчас почему-то… Раньше была одна цена на всех маршрутках. Сейчас какое-то юридическое разбирательство было, и получается, что цены разные. И 35 рублей – это предел. И при этом люди не очень довольны этому, если честно. В целом, я смотрю, здесь достаточно много на дорогах именно маршруток. Я так понимаю, что в Англии они не так распространены, как у нас. Нет, нет маршрутов там. Это целый такой культурный пласт, как мне кажется. Потому что проезд там оплачивается абсолютно определенным образом. Это вот это «передайте за проезд, пожалуйста». Это у вас такой образ. У нас наоборот, кстати, у нас при выходе. А, да? Здесь так? Да, да, да. Потому что я согласен. Было время, когда с одной автостанцией была предоплата, и с другой за одним числом. К счастью, выбрали оплату при выходе. Это очень важно, потому что так расслаблено. И это, как бы, маленькое испытание на доверие. Согласна. А в маршрутках еще говорят здесь «Остановите, пожалуйста, вот там на остановке». Да, еще говорят, но меньше, потому что появились маршрутки побольше сейчас. То есть удобно сейчас просто подняться и подойти к водителю и шепотом ему сказать, что он остановился. Ну, когда-то вы кричали так? Ну, сначала это подвигом, конечно, но на самом деле любое высказывание вначале – это подвиг. Есть разные формы. Я решил просто взяться на остановке, пожалуйста. Есть другие, например, на остановке будьте добры. Но я ни разу в жизни не принимал этот прием, потому что я немножко боюсь. Может быть, он не будет принимать. Однажды я сидел рядом с водителем, и я сказал «Навасилёва, пожалуйста». Очень долго «Навасилёва». И потом я понял, что это «Навасилёва», конечно. Ну, мы уже приехали. Вы не думали переехать жить в Англию? Нет, не думала. Даже вот 20-15 лет назад не думала. Сейчас тем более. Почему? Англия, которая была даже 15 лет назад, уже не та Англия, которую сейчас мы видим. А что это значит? Ну, точно я не хотела бы там воспитывать своих детей. Почему? Ну, почему? Ну, когда я был там, все знакомые жалуются на образование. Во-первых, там дисциплины нет. Я очень удивился, когда был в Англии недавно, что, ну, как дети, дети себе позволяют очень много. И родители их особо не останавливают. И я говорил про благородные семьи. То есть они все, ну, бегают по квартире, да, орут, там всячески все ломают и так далее. Один из моих младших родственников даже открыто хамит родителям и так далее. По сравнению, наши мальчики и их друзья и наши родственники, ну, и просто не то чтобы ангелы, они просто воспитаны достойные молодые люди. В Англии еще семья немного попирается, потому что вот белый нормальный мужчина взрослый, он задвигается в угол, да. А у нас он глава семьи все-таки. А там веяние вот эти, феминизм и так далее, все-таки они затушевают нормальную семью, как она должна быть с главой семьи, с центром, с его помощником и помощницей, то есть это жена, и с их как бы народом. То есть это мини-государство. Вот это мини-государство, оно отвергается полностью в Англии сейчас. И поэтому это, может, одна из причин, почему я не хочу туда ехать. У меня есть подруга, которая там живет, замужем за турком, и она рассказывает, что обычный музей. Но всем детям сказали, школьный поход, наденьте значки ЛГБТ. Да, без этого не пустим музей. Школьный поход. Пришлось некоторым повернуться обратно, уйти. То есть, ну, как в такой обстановке растить своих детей, я не представляю. Поэтому лучше в России. Да, бегут из города, потому что в селе меньше психов. Но, тем не менее, и в деревне их полно-полно. И жить в деревне, это, в принципе, для богатых. Это не как у нас. Да, это убежище для богатых людей. Почему? Ну, это как музей под открытым небом. Я слышала, что, наоборот, жить в Лондоне очень дорого, и очень часто люди живут в пригородах и ездят на работу просто потому, что это дешевле. Да, в пригороде живут, но не в селе. Да. Или если они живут в селе и ездят два часа каждый день на электричке, ну, они получают за эту хорошую зарплату. Ну, а в целом можно вот сказать, чего такого хорошего британского не хватает здесь в России? Ну, если у Марка спросить, он скажет, наверное, бейкон. Да, и у них очень хорошая, вкусная выпечка в Англии. Шикарный тарт, так называемые, пуддинс. Наверное, этого морского дела не хватает. О, да. Потому что в Англии, конечно, море кругом. И очень легко научиться плавать на маленьких парусниках, на ялах. И, конечно, тут, ну, берега пока не хватает, поэтому это не развито. Грэм в детстве ходил под парусом и желал бы, чтобы наши дети тоже, но у нас нет таких возможностей, чтобы освоить этот спорт. Ну, я знаю, есть школы, но это дорого. И далеко. Да, и далеко. А у нас это под боком, и можно просто спокойно подойти к хозяину. Действительно, как в старину. К хозяину сказать, ну, смотрите, дядя, я умею, да, можно я попробую с вами плавать? И он скажет, скорее всего, да, да, попробуйте. А как вы считаете, вот чему нам, русским, можно поучиться у британцев? Может быть, домашнему уюту. Потому что мне кажется, что у русских дома обычно не очень уютно. Есть большая разница, допустим, между рестораном и кафе, где все уютно, и дома, где у них просто голый белый свет, где спят на диване, что очень плохо для здоровья. Как парадоксально это не звучит, да, что телевизор, ну, телевизор определяет, где будет диван, стоять и там, да. И надо научиться сделать себе уют дома, да. А в Британии к уюту очень ответственно. О, да, у всех, у всех уютно, как неудивительно, да. Везде только не были, везде уютно, каминчики, креслица, удобные пледики, на стенах интересные картины, фотографии. Да, это не только, как бы, у богатых людей, более-менее у всех, да. А чему британцам стоило бы поучиться у нас, у русских? Я думаю, добро. На самом деле, русский человек очень добрый человек, в том смысле, что он понимает, что такое добро. Мне кажется, что в Англии открыто презирают друг друга, и, между прочим, и вас. Ну, и, как я слышал вчера, да. Ой, русских. Поняли. Если вас не любили, то, что между собой друг друга, это такое тоже есть. Мы с Грэмом взяли нашу мольберт и отправились писать лесные пейзажи. И для этого нам не пришлось уезжать далеко. Ставрополь уникален тем, что в черте города находится сразу четыре лесных массива. А по статистике, на каждого местного жителя приходится сто квадратных метров парков или скверов. Это еще одна причина, по которой Ирина и Грэм хотят, чтобы их дети росли здесь. Все-таки Ставрополь, хоть это не Кавказ, но это предкавказье. И здесь достаточно такой специфичный менталитет. Поскольку я был из Англии, я был приучен даже не замечать такого. Но постепенно, конечно, я понял, что там разные народы. А что значит приучен не замечать такого? В Англии, да. Во-первых, нет понятия. Наций для нас, как государство, это все. То есть, если ты из Нигерии, ты нигериец. И не сильно понимаешь, что там живет очень много разных наций. А во-вторых, да, не принято спросить, что вы кто по нации, нет такого вопроса. А здесь это норма, да? Да, да, это я отвечаю на такой вопрос каждый день. Мы здесь, в России, очень часто говорим, что у англичан нет чувства юмора. Как ты считаешь, вообще русский юмор и английский юмор, он отличается? Нет, я не думаю, на самом деле. Я думаю, это заблуждение. Ну вот, я не знаю, кто вам сказал. Нет, я думаю, что по юмору они очень даже схожи. Моя жена говорит, что в Англии больше игры слов. А тут, ну, может быть. А на сцене, то есть на профессиональной сцене, ну, я смотрел, что у вас по телевизору показывают. И это, конечно, отличается тем, что это бледная копия. Но это стендап и так далее. И это не настоящее. Они просто повторяют движение. А души там нет. Но на уровне обывателя, как люди друг с другом общаются, что важнее всего, я думаю, то же самое. Юмор не сильно отражается. Есть больше любви, меньше презрения, меньше агрессии. Если бы я жил в Англии, я бы попытался внедрить русские привычки, кавказские привычки. Какие, например? Уважение. Это культ уважения мне очень нравится. Это особенно заметно в Ставропове. Я побывал в Сочи, катался на автобусе и, к удивлению, заметил, что никто не уступает вместо дамам на транспорте. Это такая жесть. Удивительно. Да. Ставрополь всегда делает. И тем более, с размахом, чтобы красиво было. Грэм, кажется, действительно стал ставропольцем. Но я хочу устроить ему еще одну маленькую проверку. В каждом регионе есть слова, которые знают только его жители. Я поговорила с местными и записала выражения, которые чаще всего используют именно на Ставрополье. Я сейчас у вас их буду спрашивать, а вы отвечать. Я готов, давайте. А на ком? Может быть, это на ком? Я не знаю, это не слышал. Это лапша быстрого приготовления. Нет, это широко. Ваши собеседники ничего не знают. Если нас сейчас смотрят жители Ставрополя, обязательно напишите, знаете вы такое слово или нет. Додельник. Додельник? Додельник. Это, я не знаю, это дети. Это, наверное, с детьми общались. Додельник – это мастер. А, ну да. Я думал, это дети шутят. Я не знал, что это, как бы, ходовое слово. Пырхаться. Пырхаться. Тоже не знаю, вы знаете. Что ты пырхаешься? Не пырхайся, говорят здесь. Да. Ну, это суетиться как-то. Да, правильно, это суетиться. Да, так и есть. Знаете, у меня двойная загадка. Потому что в первый раз в жизни использую слово «суетиться». Просто оно было на готовое. Итак, следующее слово. Кислица. Кислица. А, ну, это трава такая хорошенькая, вкусная. Действительно, что кислица – это трава. Но здесь, в Ставрополе, так называют маленькие дикие груши и яблоки. А, да, есть такое, да. Моя жена так делает. Ага, да. То есть не обманули нас? Не-не-не-не. Ветка. Ветка? Ветка. Ну, не знаю, не знаю, к сожалению. Веткой могут назвать дерево целиком. То есть не просто вот отросток ветка, а целое дерево могут назвать веткой. Я тоже удивилась. Я такого не слышал, да. И еще одно слово, которое меня тоже удивило – это пережарка. А, да? Ну, это на кухне делают. Так, это техника такая. Правильно! Пережаркой действительно называют вот такую зажарку из овощей для борща. Опять же, в других регионах пережарку называют зажаркой или поджаркой. Ага. А здесь – пережаркой. Да, да. Уж почему, я не знаю. Может быть, у местных хозяек очень часто все подгорало и отцепляет. Может быть. Я, честно говоря, не знаю. А, это все? Это все? Есть еще. Их миллион. А вы шабталу знаете что? Что? Шабтала. Шабтала? Да. Знаете, не? Персидское слово – это абрикос. Абрикос. Шабтала. На персидском языке – шабтала. Пойдем шабталу поедим. Ну, да, да. Дикая шабтала. Будем собрать шабталу, допустим. Грэм. Ну, вы Ставрополец. Спасибо. Джадите паспорт. Без проблем. Нам-то не жалко. Мы нарисовать его можем. Да, да. Рисуем мы неплохо, как вы видите. Ну, что у вас получилось? Это что? Это деревья? Какие-то обои получились с лисичками. Что-то роскошно. У меня, вот я пыталась джунгли какие-то непроходимые вот такие изобразить, но у меня закончился белый цвет. Да, у меня зеленый оказывается. Ну, оказывается, заканчивается. Вам не хватает, по-моему, зверя там впереди. Зверя? Да. Какого? Не знаю, может, чудо-юдо или что-то, чтобы поинтереснее было. Ну, мне кажется, сейчас психологи нас посмотрят и сделают выводы. Да, у нас разные психотипы, кажется. Очень разные. Вот просто мы так начали. Пришлось продолжать так. Ну да, я тоже, да. Начала. Я хотела сначала тропинку нарисовать, но у меня вот белый закончился. Я думаю, без тропинки. Ну, видно тропинку. Я знаю это и узнаю это место. Вот оно, мне кажется, прям. Да, и небо хорошо получается. Да, я люблю небо рисовать. Ага, да, не однообразно. Вы хотите получить российское гражданство? Да, я хочу. От меня требует свидетельство о рождении с апостелем. У меня канадское свидетельство о рождении. То же самое свидетельство вполне годится для получения ВНЖ. Поэтому я просто дошел до ВНЖ и дальше никуда. Именно из-за этого. Но это чистейшая бюрократия. Ну, дальше тоже надо думать, что значит гражданство. Это значит, что я стал русским. Но на самом деле нет. То есть я немного смешаюсь, чтобы выдавать себя за русского, когда я заведомо не русский. Я не хочу допустить, но еще не президент, но все равно не хочу допустить такой ситуации, как у нас в Европе, где смело может подойти ко мне очень вежливый молодой человек в аэропорту в Англии и сказать, что он африканец. Я вижу, что африканец. И у него английский акцент. И он мне говорит, что он голландец. И мне даже не так важно, что он гражданин, допустим, Нигерии или Мали. Тоже это малое значение имеет на самом деле. Малое значение. Он на самом деле представитель одного народа. И мы не должны забывать об этом. И я тоже считаю себя представителем британского большого объединенного народа. И от этого отказаться тоже не хочу. Грэм, у меня осталось три вопроса, которые я задаю всем своим гостям. Вы готовы? Да, да, я всегда готов. Пионерское мое образование, наверное. Три главных качества русской души. Я слово забыл, но, наверное, дух команды, что мы все равны, равенство. Да, что и миллиардер, и условный алкаш, они могут все жить в одном доме. Может, на одном даже этаже. И они относятся друг к другу с уважением. И есть такое снисхождение. Это, кстати, снисхождение переводится на английский язык как отрицательное слово. В России это значит, что человек повыше, помнее, побогаче, он должен учитывать интересы человека, соседа. И, к счастью, также относится ко мне. Они видят мои недостатки и делают мне скидку. Русский человек всегда знает свою историю. И я удивился тому, что во всех журналах есть большая часть, к концу журнала, об истории России. Это очень интересно. Средние англичане очень мало знают про свою историю, про историю страны в целом. В общем, особенно в Кавказе есть культура вежливости. И люди здесь вежливее, чем в других районах, мне так кажется. Три вещи в России, к которым вы никак не можете привыкнуть. Тут надо подумать. Наверное, к застольям, кстати, для меня очень неудобно сидеть за столом долго. Час для меня это уже предел. Наверное, к шуму. Постоянно идет скорая помощь. Я думаю, что это полицейские сначала. Нет, это скорая помощь. Постоянно может быть музыка от соседей. У меня хорошие соседи, но мы знаем, есть такая проблема. Ремонт идет постоянно. Поэтому, да, шумный город. Все-таки Ставрополь. И что-то еще, я не знаю, может быть, к туманам. Как ни странно звучит, говорят, что в Англии уже много тумана. Нет, это неправда. Там речь шла, на самом деле, о смоге в Лондоне, в промышленных городах Ставрополь. Ставрополь. Весной и осенью есть очень густые туманы. Я этому радуюсь. Что русскому нужно для счастья? Я думаю, что люди нужны вокруг. Что если человек живет в одиночестве, он постепенно погибает. Да? Потому что люди друг друга поддерживают. Например, я очень самостоятельный человек. Моя жена точно очень вольная женщина. Я ее за это уважал. Когда я положил глаз на ее, я видел, что она самая такая крепкая, самая сильная, такая красивая. Но тем не менее, да, она ей не до дураков. Вот. А постепенно мы стали друг друга уважать. И я понял, что… И она мне взаимно рассказывала, что она думала, что она и лошадный бык, да, и баба, и мужик. А потом она поняла, что нет, надо все-таки работать вместе с другим человеком. А я думаю, многие в России это понимают, да. Русскому человеку нужны соседи, окружающие. Нужна связь с природой. И я не встречал здесь ни одного человека, который не имеет связи с природой. И даже заелый горожанин, все равно он выезжает на рыбалку, да, в горы, особенно в Ставрополе. Что еще не хватает ему? А, ему остро не хватает хорошей еды, то есть деревенской еды. Да, я продаю яйца по соседам, да, от своих кур, которые на даче. Да, и потом они все спрашивают, ну, спасибо, ну, за яйца, за яйца, отдельное спасибо. А куры когда будут? Да, гуси когда будут? Да, потому что они знают, что им нужна хорошая настоящая еда. А в Англии такой нет. В принципе, они питаются полуфабрикатами, фабрикатами или суррогатами. Грайм, спасибо вам огромное за наш разговор. Спасибо вам за вашу искренность. Спасибо, что показали город своими глазами. И несмотря на то, что мы активно с вами сравнивали две наши страны, я думаю, что все-таки главное помнить, что хорошо там, где мы есть. Да, взаимное спасибо за возможность донести свои идеи до широкой публики. Мне кажется, что и англичанам стоит узнать о России, и я тоже думаю, что россиянам стоит узнать о тех, кто, ну, ходит вокруг них, кто мы. Да, иностранство здесь будет все больше и больше, и вы должны их понять. Это проект «Мы и они на выезде», я его автор Мария Шахова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии, мы все читаем. Ну и конечно, если вы смотрите нас на ютубе, не забывайте подписываться на наши аккаунты в других социальных сетях, чтобы не потеряться. И в этом сезоне самым активным нашим зрителям мы отправляем наш фирменный мерч. Для того, чтобы принять участие, необходимо креативно ответить на вопрос, чему же русские могут научить англичан. Все результаты ищите в моем телеграм-канале. Все ссылки внизу. Субтитры создавал DimaTorzok